Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. Я как юрист общаюсь с огромным количеством людей и каждый день провожу консультации относительно регистрации того или иного объекта интеллектуальной собственности. Я очень часто слышу вопросы «А как получить авторские права на торговую марку?» или «Как запатентовать произведения?» Возможно, для вас эти вопросы покажутся обычными, но я как специалист в своей сфере понимаю, что у людей отсутствует понимание основ интеллектуальной собственности. И в этом видео мы поговорим об отличиях авторского и патентного права. Авторским правом защищаются произведения науки, литературы и искусства, выраженные в объективной форме. Например, это может быть написанная статья, фотография, иллюстрация, песня или компьютерная программа. О том, что такое авторское право и как оно защищает ваши произведения, вы можете услышать в нашем предыдущем видео «Закон и порядок. Кто и как охраняет вашу публикацию». Авторское право касается больше творчества и дает возможность правообладателю получить благо от его использования, в том числе и финансовые. Английское слово «copyright» дословно переводится как «право на копирование». Оно есть только у правообладателя, у автора произведения, а также у других лиц, которые получили разрешение от правообладателя. А вот к патентному праву относятся объекты, которые можно воспроизводить в промышленных масштабах и которые информируют потребителя относительно товаров и услуг на рынке. Самые распространенные из них – это изобретения, промышленные образцы, полезные модели и торговые марки. Охрана таких объектов направлена на незаконное их использование, которое может ввести потребителя в заблуждение. Итак, начнем с изобретений и полезных моделей. Это результат интеллектуального творческого труда человека в сфере технологий. Запатентовать можно продукт, устройство, способ или метод. Например, в реестре можно найти зарегистрированные, способ приготовления десерта, устройство для деления и процесс синтеза аммиака. Но в чем же разница между изобретением и полезной моделью? Для того, чтобы быть зарегистрированным, изобретение должно отвечать трем критериям. Это новизна, промышленная пригодность и изобретательский уровень. Полезная модель должна отвечать только двум из них – новизна и промышленная пригодность. Можно сказать, что полезная модель – это родственник изобретения, только младший и низший по старшинству. Торговые марки, их еще называют знаки для товаров и услуг, товарные знаки – это обозначения, которые отличают товары и услуги одного производителя от однородных товаров и услуг другого. Например, существует молочный шоколад, но у разных производителей он называется по-разному. Например, ромашка, коровка от зайчика и многое другое. Торговая марка ассоциируется у потребителей с качеством продукта, его свойствами. Потребителю нравится продукт или нет, и он запоминает знак, который отличает этот товар от многих других. Например, вы выбираете какой-то товар, он вам нравится по вкусу, по свойствам, по цене, а знак, то есть торговая марка помогает быстрее отыскать его на полках магазинов. Также, как я уже говорила ранее, основная задача промышленной собственности – это уберечь потребителя от введения в заблуждение относительно товаров и услуг. Например, если кто-то придумал уже название ромашка для детских товаров, то другой производитель точно таких же товаров не может выбрать это же название и должен использовать другое. То есть по законодательству не регистрируются тождественные, то есть одинаковые или очень-очень похожие до степени смешения торговые марки. И последний объект, который мы сегодня разберем – это промышленный образец. Промышленным образцом может быть внешняя форма изделия или его части, которые определяются линиями, цветом, формой, текстурой и многим другим. Простыми словами, это права на новый и оригинальный внешний вид изделия. Например, такими могут быть форма дивана, этикетка, внешняя форма бутылки для воды или флакончик духов, а также многое другое. В отличие от авторского права, права на объекты интеллектуальной собственности, которые мы разобрали, возникают с момента регистрации, а не с момента создания. То есть права на торговые марки, изобретения, промышленные образцы появляются только тогда, когда вы подаете заявку на регистрацию. Помните, что не единичны случаи, когда человек придумывает супер крутое название для своего бизнеса, работает несколько лет, вкладывает деньги в рекламу, в продвижение, в маркетинг, но не заботится о юридической защите своего бренда. В этом случае любой другой человек, конкурент, например, может подать заявку на регистрацию точно такого же знака и в итоге человек, который все придумал и организовал, потеряет бизнес и дело всей своей жизни. После регистрации вы получаете следующие права. Право использовать объект интеллектуальной собственности в своей деятельности, право разрешать кому-либо пользоваться зарегистрированной интеллектуальной собственностью и право запрещать конкурентам незаконно использовать объект интеллектуальной собственности ваш в своей деятельности. Также, в отличие от авторского права, объекты патентного права имеют ограничения по срокам и по территории. Например, максимальный срок правовой охраны промышленного образца 25 лет, изобретение 20 лет, а вот торговые марки имеют правовую охрану в течение 10 лет, но после истечения этого срока торговую марку можно продлить неограниченное количество раз на точно такой же период. Что же касается ограничения по территории, то объект охраняется только в рамках той страны, где вы подали заявку на регистрацию. Например, если вы зарегистрировали торговую марку в Украине, но планируете вести деятельность с ЕС и США, то вам необходимо позаботиться о юридической защите торговой маркой в этих странах. Не пропускайте новые познавательные видео, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. Мы ответим обязательно на все из них. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!